Так, небольшое отступление по поводу юниорского гран-при в Челябинске. Замечательная атмосфера, замечательная публика. В этом не было сомнения, что все так и будет после знаменитого первенства России 2016 года среди юниоров. Но в этот раз есть два момента, которые портят ощущение вот этого праздника. У нас на чемпионате мира по футболу в ЮАР были такие хреновины, которые называются вувузела, в которые болельщики гудели, дули, и это настолько сильно било по ушам, что вроде бы сразу же после чемпионата мира их то ли запретили, то ли просто не стали больше использовать. И что мы видим на гран-при в Челябинске? Мы видим какие-то непонятные надутые хрени, которыми болельщики аплодируют, более того, даже во время прокатов иногда пытаются ими в такт музыки постучать. Это вот первый момент. И второе, это ужасные визги и крики при оглашении оценок. Сами фигуристки, которые сидят в Кисенкрае, чуть ли не глохнут от вот этих криков. Поэтому хотелось бы попросить организаторов этого замечательного турнира, чтобы сделанная ими атмосфера праздника не поганилась вот этими двумя вещами. Отберите у них эти хреновины и попросите болельщиков так сильно не визжать во время оглашения оценок. Даже на соревнованиях по художественной гимнастике такого нету, хотя аудитория там на 90% женская. И то там так не орут и не визжат. Закончилась у нас короткая программа в соревновании девушек в Челябинске. Результаты, безусловно, замечательные, абсолютно заслуженные. Но вот я так посмотрел на выступления наших девушек, стало грустно от понимания того, что, к сожалению, нету идеала. Начнем с Виктории Васильевой. Как мы видим, она начала расти. В прошлых сезонах она была гораздо быстрее. А здесь начала появляться тяжесть в катании. Но что самое главное, это никак не помешало Вике практически идеально откатать свою программу. Учитывая все сказанное, это очень хороший для нее результат. Что касается самой программы, как я и говорил на контрольных прокатах, две трети программы очень неплохие, хорошая музыка, но пятый элемент совсем не в тему здесь. У нас дохрена и больше космической музыки, а используют только пятый элемент. То, что музыку из трона использовали, это замечательно. Ну так и пошли бы дальше в этом направлении. Нет зачем-то под финал, под дорожку шагов. Опять этот пятый элемент выбрали, который там совсем не в тему. Ну да ладно, идем дальше. Камила Валеева. Чисто откатала, молодец, самое главное. Но вы можете посмотреть год назад ее дебют на открытом Кубке Москвы. В плане прыжков, к сожалению, вообще никаких изменений. Молодец, что она на Рейдбергере умудрилась удержаться. Ну и то же самое касается того самого каскада. Трайна Луц с Трайным Тулупом. Она абсолютно точно так же прыгала этот каскад год назад, на вот этом открытом Кубке Москвы, после которого у нее началась неудачная серия, и на каждом соревновании была как минимум одна ошибка. То есть снова она еле-еле удерживается на вот этом Трайном Луце. Если мы говорим об улучшениях, то не так давно мы говорили о Твизлах Камилы. Видно, что они немножко поработали над Твизлами, они стали поувереннее. Но само качество катания, качество владения коньком, как было слабенькое, так и осталось. Но безусловно, что стоит отметить в Камиле, мы пока не видели достаточно образов в программах, где Камила раскрывается в совершенно разных ролях, как, например, мы могли видеть в программах Ани Щербаковой. Но тем не менее, даже сейчас это очевидно, что у Камилы есть природная музыкальность. Насчет артистизма пока не ясно, именно из-за того, что программ нет таких, которые раскрывали бы персонаж в полной мере, который будет играть Камила. Но что касается музыкальности, она абсолютно есть. Ну и у нас остается Ксения Синецина. По владению коньком в соревновании девушек она, конечно же, здесь лучшая, здесь у нее конкурентов нет. Но беда в том, что если, например, мы сравним ее с Камилой, у Камилы слабое владение коньком, но есть музыкальность. У Ксюши же наоборот, отличное владение коньком и нет музыкальности. Именно поэтому я начал с того, что у нас нету идеала, нету фигуристки, у которой будет все на высоком уровне. А те совсем редкие исключения, которые есть, они, к сожалению, очень нестабильны. Так вот, возвращаясь к прокату Ксюши, замечательное владение коньком, к сожалению, нету музыкальности. Что касается прыжков, они также все замечательные, но проблема в том, скажем так, что они тяжеловаты. То есть про них не скажешь, что они сделаны effortless, то есть без усилий. Видно, что каждый прыжок дается с какой-то тяжестью. Ну что касается вращений, по-моему, в прошлом году у Ксюш они были получше. Особенно Бильман, за который ей давали пятерки в ГУЕ, сегодня он выглядел почему-то не так эффектно, как он обычно выглядит. Так что, подводя итоги, все, конечно, умнички, но тем не менее, немного грустно. Продолжение следует...